Приветствую вас, мои хорошие! Это снова Психомагия 33 из Кандерджин. Сегодня говорим про главные критерии, с помощью которых вы сможете понять, действительно ли вот эти отношения – это ваши отношения по судьбе. Ну и вообще сможете разобраться в теме отношений по судьбе чуть более глубоко, чем вы о них понимали до этого видео. Начинаем с пяти ключевых критериев отношений по судьбе. Поехали! Ну что ж, первое, что нам нужно осознавать – это то, что отношения по судьбе начинаются без яркой и острой страсти. В большинстве случаев, когда вы встречаете идеального для себя любовного партнера, у вас не возникает к нему эйфории в перемешку с очень сильным либидо-желанием, с очень сильным желанием близости с ним. Напротив, вам может показаться, что даже на старте у вас совместимость с этим человеком, ну она как бы не идеальная. И вот как бы даже может показаться, что, наверное, ваше бывшее или ваше бывшее были все-таки получше в чем-то. Все-таки вот, наверное, вот это вот не то. Но это очень частая иллюзия. Очень часто это иллюзия, потому что в отношениях по судьбе на старте все происходит плавно, спокойно, размеренно, потихонечку. В большинстве случаев, за исключением небольшого процента исключений. Это первый критерий, который вам нужно осознавать. Критерий номер два звучит следующим образом. Самый высокий уровень понимания у вас именно в отношениях по судьбе. Заметьте, не самый высокий уровень желания друг друга. Не самый высокий уровень желания обниматься, целоваться. И не самый высокий уровень, когда вы там шутите, и он смеется, или вы шутите, она смеется бесконечно, и с вами просто гипер смешно. А вот именно самый высокий уровень понимания. Что это значит? Это значит, что вы в отношениях по судьбе, общаясь с человеком, понимаете, что вот он вас понимает лучше всех. И объяснить ему что-то, рассказать ему что-то, донести до него что-то у вас получится лучше, чем до кого-либо из ваших знакомых, друзей, бывших и кого-либо еще. И именно благодаря тому, что между вами установлен хороший коннект, вы будете обходиться без конфликтов в большинстве случаев. А те конфликты, которые на старте в отношениях по судьбе будут происходить, например, в первый год, они будут как раз-таки притирочными. Но без них никуда. Они должны быть, это нормально. Но главное, что количество конфликтов в первый год может быть много, а в последующие годы должно быть все меньше, 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 меньше. Потому что как раз-таки этот уровень понимания, он не просто самый высокий на старте возникновения этих отношений, он еще выше поднимается по мере развития этих отношений. И вам друг с другом легче, легче, легче и легче. Идем дальше, по порядочку. Желательно досматривать наше видео до конца, потому что дальше интереснее. Сначала как бы интересно, но дальше всегда интереснее. Третий ключевой элемент, который гарантирует, что это отношения по судьбе, это высочайшее уважение. Прямо респект, респект к партнеру. Что такое уважение? Вы, кстати, когда-нибудь задумывались? Этимология слова «уважение» или определение слова «уважение»? Приходит в голову только одно, ну, типа, респект, ну, типа, уважаешь человека, значит, уважение, да? На самом деле, в основе слова «уважение» находится понимание достоинств этого человека. Ну, например, если вы знаете, что ваш любовный партнер, например, вот всю правду о своей жизни рассказал, вот все, что было, чем переболел, сколько женщин у него было, с кем он встречался, кого он как обманывал, у вас может возникнуть уважение к тому, что он искренний, да? Получается, вы будете его уважать за то, что он искренний, как человек, да? Или, например, вы узнали о своей любимой супруге, о том, что, оказывается, у нее была тяжелая ситуация, и она, допустим, там, ну, решила на каком-то этапе своей жизни выбраться из этой ситуации путем вот волевой концентрации и реализоваться в жизни, да? Вот, и у нее получилось. И у вас уважение за ее силу воли, да, вот за эту способность как бы в жизни проявляться и в какой-то степени даже пробиваться, может быть, да? У вас уважение к ее, к этому стержню, да, что она не сдалась, и она прошла эти испытания, не ушла в жалость к себе, и вот за это уважение. Получается, что, когда мы понимаем, что достоинства у человека определенные были в прошлом, даже не достижения, а достоинств, которыми он обладает, мы начинаем этого человека уважать. То есть все люди, которых вы уважаете, например, своего дедушку, своих родителей, ну, за то, что они обладают огромным количеством достоинств, что они вам помогли в этот мир прийти, состояться и до какого-то уровня реализоваться. Это все уважение. Поэтому к любовному партнеру по судьбе, если, допустим, это ваш любовный партнер по судьбе, ну, не может быть желания его оскорблять и унижать, не может быть желания на него кричать, не может быть желания каким-то образом его вот прям задеть за что-то больное, потому что уважение прежде всего. Четвертый критерий, четвертый критерий того, что это отношение точно по судьбе и что вот реально все у вас с этим человеком будет гармонично и благополучно, это, внимательно, да, сейчас, это самый лучший, но почти всегда редкий секс. Удивительно, но это так. Мое исследование показало, что в парах, в которых секс прям вот несколько раз в день в течение длительного промежутка времени, гораздо меньше продолжительность этих отношений, чем когда пара может заниматься близостью интимной, да, любовью, ну, не чаще, чем может быть даже раз в неделю или раз в две недели. В некоторых случаях даже раз в несколько месяцев, представляете, но ключевой критерий, что этот секс в отношениях по судьбе, который происходит, он происходит не в формате типа, ну, надо бы уже, давно не занимались. Так, вот у нас последняя дата, три месяца назад, 14 января, пора бы уже. Нет, оно происходит потому, что как будто бы оба набрали, ну, как бы две вселенные набрали огромный объем разнообразной энергии, и вот прямо сейчас они хотят в этих энергиях как бы миксануться, в этих энергиях сойтись. И та близость, которая происходит, хоть и редко, она просто невероятная, она просто очень масштабная, очень насыщенная, очень яркая, ни с чем не сравнимая, автоматически, ну, вызывающая отсутствие желаний вообще кого-либо еще иметь в интимной близости еще долгое-долгое-долгое время. И вот это очень важно. Ну, и пятый критерий того, что это точно отношения по судьбе, это улучшение совместной жизни, улучшение совместной жизни с годами. То есть, из года в год вы будете сталкиваться с такими жизненными ситуациями, в которых, ну, у вас личная жизнь вообще в целом, она только улучшается, улучшается и улучшается. То есть, вы будете понимать, что с каждым годом совместной жизни с этим человеком вам не становится, не то, что скучнее не становится, вам становится веселее, интереснее, понятнее, спокойнее, гармоничнее, ярче, насыщеннее. То есть, все сферы вашего совместного бытия выходят на более высокие уровни. И вы понимаете, что эти отношения идут в рост, потому что вам в этих отношениях все лучше, лучше, лучше и лучше. И вот это критерий отношений по судьбе. И вот эти пять ключевых элементов, которые, я надеюсь, вы внимательно прослушали и осознали, я надеюсь, что вы досматриваете видео до конца, потому что каждое слово в моих видео очень важное. Ну и, в общем-то, когда мы с вами взаимодействуем на протяжении всех этих видеороликов, я стараюсь каждый ролик снимать для вас душой, выдавать очень эксклюзивную, уникальную, глубокую информацию. И безумно благодарен, когда вы ставите пальчики вверх, когда вы оставляете комментарии, конечно же, когда число подписчиков этого канала возрастает. Возможно, благодаря тому, что вы эти видео отправляете своим друзьям и знакомым, потому что это может быть им тоже полезно. Ну и, конечно же, до встречи в следующих выпусках. Спасибо за колокольчик, который вы нажали, чтобы получать уведомления о следующих видео. Я с вами прощаюсь. Любви, гармонии и благополучия. Всего вам самого прекрасного.